Еще один потоп, правда в значительно меньших масштабах, доставляет хлопот жителям СНТ протока. Дорога, которой ежедневно пользуются местные жители, находится в плачевном состоянии, а в дождливую погоду превращается в гигантскую лужу. Муниципалитет готов отремонтировать ее за казенный счет, однако пока это не представляется возможным. Участок не относится к городской собственности. Есть ли решение, узнавал Егор Сорокин. Недавние проливные дожди доставили местным дачникам массу хлопот. Паводки, возникшие в результате повышения уровня воды, затронули несколько десятков населенных пунктов и СНТ. Поврежденное имущество, загубленный урожай, горы мусора – это лишь часть того, что оставила после себя непреодолимая стихия. Сейчас в садоводстве с говорящим названием протока местные жители пытаются решить проблему плохих дорог, на которых после проливных дождей остаются гигантские лужи. Не проблема садоводства, а общая проблема – это отсутствие хорошей дороги. То есть, если сейчас, если по лету народу здесь немного находится, то проживает много, но, допустим, люди разъезжаются, то, когда начинается учебный сезон, здесь очень много, допустим, тех же самых школьников. И после дождей данная дорога превращается в бег с препятствиями. То есть, через нее просто нереально пройти. На машине можно, а так нет. Ранее жители уже обращались к местным властям за помощью. Тропинка, по которой многие годы дачники ходили к автобусной остановке, оказалась перекрыта. Доступ ограничил новый владелец земельного участка. В муниципалитете приняли решение сделать отдельный тротуар. В скором времени подрядчики приступят к работе. А вот с дорогой все оказалось сложнее. Вторую проблему, которую сегодня обозначил председатель протоки Николай, это то, что дорога, две дороги, точнее, подъездные, они фактически не находятся в собственности садоводов, не являются муниципальной собственностью, находятся на неразграниченной территории. Ей пользуется не только СНТ протока, но и Тополек, и Тополек-2, и транзит в Северный ездит, ну и так далее. Соответственно, у садовода возникает вопрос, почему мы должны ее содержать, потому что она не является внутрисадоводческой дорогой. В ближайшее время представители окружной думы и жители СНТ планируют провести еще одну встречу. Там рассмотрят возможность передать этот дорожный участок в муниципальную собственность. Егор Сорокин, Олег Левченко, Местное время.